Терапевтический корпус ульяновского противотуберкулезного диспансера на металлистов 28 капитально не ремонтировали с 1978 года, то есть с момента постройки здания. Лишь в 2012 году частичная модернизация коснулась стен и полов холла. Спустя почти 10 лет за 4-е и 5-е отделения взялись основательно. Полностью заменена электропроводка, полностью сделан косметический ремонт, сделаны стеклопакеты новые, закуплены новые мебели, это кровати, мягкий инвентарь, матрасы, одеяло, подушки. В каждой палате также теперь есть своя стационарная кварцевая лампа. Пищеблок отремонтирован капитально. В этом году к плите добавился специальный шкаф для хлеба и мармит. Здесь также заменили всю сантехнику, кухонные стулья и столы. Обеденный зал полностью заработает в январе, а пока пациенты едят в своих отделениях. Четвертое отделение после ремонта открылось уже 1 декабря. В пятом только-только приняли пациентов. Обновят и медицинский пост, который придет прямо из Барнаула, правда через несколько дней, после открытия отделения. Ирина Васильевна работает в больнице 40 лет. Заведующая пятым отделением до сих пор не верит, что на место серых и темных коридоров пришли светлые и уютные стены. В этот коридор вид такой красивый, да? Света у нас на потолке не было. Протекала когда-то давно крыша, вот, все замкнуло, всю проводку здесь перемкнуло. И только по бокам, вот, делали светильники на стенах. Нам даже не видится, что это у нас так. Вот, светло, красиво в этом плане. Капремонт детского отделения диспансера на Оренбургской 5 начался в 2020 году со второго этажа. Тогда отремонтировали уборные палаты и холл. Везде заменили окна. Новыми красками заиграли учебные музыкальные классы. В 2021 году преображать начали первый этаж. Сначала обновили гардероб, покрасили стены в приемном покое, закупили паровые стерилизаторы и частично обновили мебель. Также в детском отделении был в рамках антитеррора усиленные видеокамеры, поставлен шлагбаум, автоматические ворота. Отремонтировали и пищеблок. Новая плита здесь появилась в прошлом году. А вот стены, пол и потолок преобразились только в это. В прачечной также сделали ремонт и докупили еще одну стиральную машинку. Я хочу отметить, что разница, конечно, разительная, что я уходила в декрет в 2019 году и вышла сейчас. После ремонта детское отделение стало светло, уютное, чистое. Комфортность пребывания детей возросла в несколько раз в отделении. Это немаловажный момент. Тем самым капремонт в детском отделении полностью завершен. Снаружи территория тоже преобразилась. Здесь установили детскую площадку, отремонтировали веранду. А начиная с прошлого года на территории всех отделений диспансера высадили 385 елок. Также в 2020 году в Ульяновской области по программе нацпроекта поступило 8 передвижных флюорографических комплексов. Кабинеты на колесах позволили обследовать более 70 тысяч человек.